Друзья, встречайте, Алексей Долотов, директор по продукту Яндекс.ГпТ, Яндекс.Клауд с темой «Искусственный интеллект устраивается работать в поддержку». Всем привет. Я в Яндексе уже почти 15 лет отдыхаю. В основном я занимался продуктовой аналитикой, но в последнее время пришел развивать B2B направление Яндекс.ГпТ. Давайте начнем с вопроса. Год назад случился прорыв, чат ГпТ взорвал интернет и не только. Давайте разберемся, а в чем заключается этот прорыв. Ведь, казалось бы, и большие языковые модели были и до этого, и они также отвечали на вопросы человека. Если раньше большие языковые модели просто умели предсказывать следующее слово по тексту, то сейчас мы с помощью технологии RLHF или Reinforcement Learning from Human Feedback научились это делать таким образом, чтобы отвечать на вопросы, понимая, что это за вопрос такой. Как это происходит? Для этого собираются данные с помощью специальных людей. Мы их называем AI-тренера. Какие идеальные ответы на вот такие вопросы подходят? И эта информация дается на вход большой языковой модели и дообучается таким образом, чтобы ответ был максимально похож. Ну и следующий этап – это сравниваются несколько версий, очень похожих версий модели людьми, и человек уже сам решает, какой вариант лучше и какой хуже. Таким образом, получается некоторое выравнивание между тем, что отвечает модель, и ожиданием человека от того, как модель будет отвечать. Это как раз и создало эффект того, что нам кажется, что уже модель обладает даже интеллектом. На выходе мы получили чатик, который можно воспринять практически как человека, а в случае с бизнесом – как сотрудника, который имеет ряд преимуществ по сравнению с нами кожаными мешками. Он уже умеет работать с информацией, это хорошо, это мы все еще умеем, решает нетривиальные задачи, но плюс к этому он слушается, не ленится, и когда он понял задачу, то он ее выполняет всегда, он никогда ничего не забывает. Ну, он еще не просит кушать, что может сделать работу с таким человеком особенно приятную и масштабируемую. Есть, конечно, недостатки, но я не нашел, как сделать минус, поэтому я решил их сюда не добавлять. Вот. Ну, один из недостатков – это то, что… Один из недостатков – это то, что он все-таки не всегда все понимает, он не может совершать действий, пока что не всегда, по крайней мере, может совершать действия во внешнем мире, вот, и не несет уголовную ответственность. В Яндексе мы и до появления чата GPT, конечно, занимались большими языковыми моделями, собственно, там, те же поисковые подсказки, это большая языковая модель на самом деле, в поиске поисковой подсказки. Кроме того, вы могли слышать про балабобу, который… Это шуточный инструмент, который тоже мог с тобой разговаривать. Но уровень интеллекта таких устройств был еще недостаточен для того, чтобы говорить о бизнес-применении и о каком-то вау-эффекте. В этом году мы очень много инвестировали сил, времени, денег, видеокарт и так далее, в то, чтобы создать действительно лучшую языковую модель на русском языке. И почему мы это вообще делаем сейчас? Поиск, вообще Яндекс, как компания «Поиск» появилась, начав решать задачу поиска информации в интернете намного лучше, чем каталоги и поисковики первого поколения. У нас был вызов в конце нулевых, в начале десятых годов, когда от эвристических моделей ранжирования произошел переход к моделям машинного обучения. Это достаточно незаметно произошло для пользователя. Но вы все на самом деле заметили, насколько более качественный поиск стал долгосрочно. Могли помнить про Матрикс.нет, это как раз одна из первых технологий машинного обучения в поиске. Сейчас становится очевидно, что очень многие информационные запросы, даже транзакционные запросы будут решаться по-другому. Уже видно, что их можно решать с помощью больших языковых моделей иначе. И, конечно же, это наш основной бизнес, мы в это идем. Сделав большую языковую модель Яндекс.ГпТ, мы увидели, как много где еще она может быть применена. И сейчас у нас на разных стадиях интеграция происходит как внутри, так и для пользователей. Более чем в 30 продуктах Яндекса. У нас есть огромная табличка, где мы всю эту информацию сводим. Приведу пару примеров. Первый пример – это самое очевидное в поиске. Это первые подходы. Это из того, что вы можете видеть в бете. Мы в некоторых ситуациях по информационным запросам выдаем быстрый ответ, который можно развернуть и быстренько получить структурированную информацию по интересующему вас топику. Другой вариант – это другой сервис. Это маркет и товарный поиск в Яндексе, где для товаров, у которых много отзывов, мы стараемся сделать структурированную суммаризацию, так, чтобы быстренько можно было понять, вообще какие свойства этого товара с точки зрения живых пользователей. В соответствии, пользователь экономит время на чтении большого количества отзывов, получает ответ на его главный вопрос. Этот товар по моим критериям подходит для меня или не подходит? Мне эта колонка подошла. Но мы пошли дальше. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, у кого в компании есть та или иная форма поддержки? Практически все, да, спасибо. Я тоже, да, я забыл поднять руку, но, возможно, это и так суперочевидно. Мы пошли искать, а где мы внутри компании можем оптимизировать что-либо с помощью больших языковых моделей. И глаз наш пал на поддержку, потому что не в последнюю очередь, потому что мы, на самом деле, бешеные миллиарды тратим рублей, но все-таки миллиарды тратим на поддержку в компании. Мы нашли несколько сценариев, основных сценариев, которые закрывают большие языковые модели. Вы здесь можете их видеть. Среди интересных, это наиболее интересных, это саморизация обращений, что полезно, когда мы на ум оператору передаем обращение клиента, у которого уже есть какая-то история переписки. И это экономит время. Подсказчик ответов. Это инструмент, позволяющий оператору меньше искать информацию, например, в внутренних базах знаний. И не выбирать из многих шаблонов, а сразу увидеть вариант ответа и его дать. А в случае, если это происходит с достаточно высокой точностью, то можно автоматизировать ответы в ряде случаев полностью. Кроме того, есть отдельная история с созданием сценариев и макросов для того, чтобы повышать вариативность ответов. Можно, это прямо сейчас очень тоже важный кейс, это работать над, сделать аналитику, в принципе, поддержки, включая анализ речевых технологий. Например, для этого мы буквально неделю назад на конференции Skill рассказали о том, что у нас появляется SpeechSense как инструмент для этого. Тренажер для операторов – отдельная интересная тема. Это вот пришел новый оператор. Как убедиться в том, как ему потренироваться вообще, отвечать и получить обратную связь. На живых клиентов отправлять его может быть больно для всех. Прочитать документацию вообще неровно. То же самое, что поговорить с живым пользователем. А здесь мы можем эмулировать живого пользователя, исходя из истории большого количества переписок. Можем специально делать не очень удобного пользователя. А также можем автоматически давать обратную связь на то, что получилось, не расстраивая при этом ни одного пользователя. Мы ожидаем получить прямо существенные эффекты от этих внедрений. Это рост продуктивности сотрудников и, как следствие, уменьшение расходов на поддержку. Но помимо этого мы получим еще и увеличение скорости ответа. И мы рассчитываем на то, что получим увеличение качества этих самых ответов. Что в свою очередь должно привести к росту удовлетворенности людей сервисам, продуктам в целом и побороть отток у клиентской базы среди тех, кто обращается в поддержку. И если мы говорим про последний пункт, то он может дать больший апплифт, чем даже рост эффективности самой службы поддержки. Потому что в итоге мы же… Это всегда хорошо еще и зарабатывать больше, а не только тратить меньше. Мы посмотрели на наши внутренние сервисы. У нас их на самом деле заметно больше десяти, в которых есть служба поддержки в том или ином виде. И отсоединили, какие из данных сценариев, насколько нужны. Фиолетовым первый приоритет, синим второй приоритет указан. И пошли делать первые четыре сценария. Это суммаризация обращений, подсказки ответов, создание макросов и классификация клиентских обращений. Вам не надо читать этот слайд. Я просто хотел показать, насколько это может быть страшно. И это сильно-сильно сокращенный исходный диалог. Вот оператору сейчас, то есть вчера, надо было прочитать хотя бы по диагнале и понять вообще, что происходило, что человек спросил, что ему ответили. Если прямо хорошо, нормально читать, это может занять полноценные три минуты. Теперь мы можем сделать суммаризацию этого обращения, причем сделать это структурированно, так, чтобы это заняло несколько десятков секунд. У разных сервисов разные требования у нас в Синтри к тому, какая именно должна быть суммаризация. В некоторых случаях, например, вообще не надо знать, что ответил оператор, потому что мы и так знаем, на какие вопросы как оператор отвечает. Нужно скорее знать про проблему. И в итоге мы можем сводить суммаризацию на самом деле буквально к паре десятков слов. В итоге это прямо очень сильно помогает. Ну и пример с подсказками оператору. Это уже боевой режим наших ребят в поддержке Яндекс.Директа. Ты можешь, оператор может увидеть, кликнуть, увидеть вариант ответа. Он может его выбрать буквально так и отправить, может взять его и отредактировать, а может сказать, что этот ответ плохой. В случае любого такого действия мы получаем очень полезную информацию для того, чтобы в следующей итерации модели ее сделать еще лучше, определив, какие ответы плохие, какие были хорошие. Как мы сделали вообще такую штуку? Ну, у нас есть изначально большая языковая модель, обученная на всем интернете, и не только интернете. Это Яндекс.Джи.Петти. Мы взяли эту базовую модель и еще покрутили ее, то есть это называется пост-претрейн, на огромном корпусе нашей документации. Мы посмотрели, наша документация суммарно – это более чем 3000 томов «Война и мир». Я не знаю человека, который был бы способен за свою жизнь столько информации прочитать, но модели, к счастью, здесь обладают нечеловеческими способностями. Таким образом, у нас в самой большой языковой модели появились знания, такие оттенки знания про всю эту документацию, что помогает ей отвечать на различные специфические вопросы. Дальше мы собрали диалоги поддержки наши, это более 200 тысяч диалогов, которые мы выбрали, и сделали так называемый файн-тюнинг модели уже, тем самым объяснив ей, что вообще от нее нужно. Ей нужно отвечать как оператор на запросы пользователей. Этого недостаточно, нам всегда, и эта отдельная красная линия идет через все, что касается больших языковых моделей, нам надо измерять качество. Если ты не умеешь измерять качество, ты не можешь улучшить модель. По наитию это вообще никак не делается, потому что по твоим нескольким запросам на твое субъективное мнение, по твоему субъективному мнению это может оказаться более лучшая модель, но на самом деле в общем случае нет. Поэтому надо собирать корзинки запросов, корзинки примеров, там вопрос-ответ, и оценивать разные модели между собой с помощью людей. Мы это делаем как с помощью тех самых АА-тренеров, так и самостоятельно. Те люди непосредственно, кто делает, кто отвечает за поддержку и знает как надо, должны тоже участвовать в этом процессе и заниматься этой разметкой. Это достаточно мучительный и долгий процесс, но в итоге он приводит к нужному качеству. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда мы уже в некоторых сервисах внедряем эти инструменты, в том числе сформализацию и подсказок, но что будет дальше? Во-первых, в тех случаях, когда мы уже с достаточно уверенностью знаем, что ответ вот такой подойдет, и человек бы кликнул ровно его использовать, мы можем избавиться от человека в хорошем смысле и просто отвечать автоматом, тем самым еще увеличивая скорость, еще удешевляя процесс. Во-вторых, мы видим, что на ряд запросов недостаточно общего знания, положенного в виде документации в исходную базу, в исходную модель. нужно работать, нужно иметь возможность добывать информацию из некоторой структурированной базы данных для того, чтобы затем отвечать с использованием конкретно этих знаний. Это также помогает еще бороться с фантазированием моделей и гарантировать, или практически гарантировать, что она не придумает что-то из головы. Кусок документации, например. Это то, над чем мы сейчас тоже работаем. Мы видим, на самом деле, огромную перспективу и важность умения, это RUG называется в международной среде, умение работать со структурированными базами. Ну и третье, мы уже пилотируем с парой крупных клиентов решения для них, потому что видим, что эта задача на самом деле является не специфической для нас. Поддержка, как вы видите, она более-менее у всех есть. Кроме того, мы запустили несколько месяцев назад Яндекс.Гпт.Апи и даем возможность пока что закрытому кругу лиц воспользоваться буквально Апи и в том числе решать задачи поддержки. Здесь вы можете посмотреть, какие основные кейсы сейчас среди наших клиентов, какие основные юзкейсы встречаются как раз в этом самом Апи. У нас порядка 800 клиентов сейчас, кому мы дали доступ. Если вы хотите, чтобы он был у вас, то недостаточно заявку сделать, лучше напишите непосредственно мне тоже, сейчас будет контакт. Кстати, коллеги рассказывали про то, что нужно делать до обучения, и я полностью согласен, что действительно смысл и польза от модели будет максимально именно, когда модель будет дообучена на ваших конкретных данных, а также будет знать конкретно, какого результата вы от каких запросов ожидаете. И вот последнее. Сейчас у нас есть закрытый предпоказ до обучения, так называемого файн-тюнинга на ваших данных. Если это необходимо, то мы тоже готовы обсудить, предоставить доступ. Также хотел сказать, что пока мы готовились к этой презентации, мы поговорили с коллегами из Bittrex, и выглядит так, что те решения, которые мы готовим внутри, очень было бы интересно рассмотреть, как решения интегрированы в инфраструктуру Bittrex в том числе, поэтому мы обсуждаем, как нативно можно такие решения вам, клиентам и партнерам предоставлять через решение Bittrex. На этом у меня все. Большое спасибо. Алексей, спасибо огромное. Мы на самом деле не готовились, что у всех релиз и закрытый показ, и можно записываться, но так получилось. Большое спасибо. Друзья, если есть вопросы, можно напрямую к Алексею... Субтитры создавал DimaTorzok